Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичен. Сегодня на моем канале будет небольшое, но очень важное видео. Это видео праздничное, посвящено оно двум важным для меня событиям, связанным и с моим увлечением вышивкой, и с моим каналом, на котором вы сейчас находитесь и смотрите это видео. А также сегодня, уже ближе к концу видео, я расскажу вам о том, какой сюрприз и подарок у меня есть абсолютно для каждого зрителя. Желаю всем приятного просмотра. Итак, первое событие, первый праздник, который был у меня вчера, 8 февраля 2020 года, это день, когда исполнилось ровно 10 лет с того момента, когда я начала вышивать до этого дня. Я даже никогда не думала, что в принципе в жизни я буду вышивать, и не предполагала, что будет ровно через 10 лет, то есть уже сейчас. И это действительно важное для меня событие, это первый крупный вышивальный юбилей. И за это время, за 10 лет, конечно же, в моей жизни было много и других событий, очень разных, достаточно насыщенное. В целом это было время, и в целом в рамках моей жизни для меня 10 лет это достаточно большой период, за который может все измениться не один раз и измениться очень сильно, но все эти 10 лет со мной была вышивка. Вышивать я начала сначала крестиком, спустя 2 года я попробовала вышивать бисером, затем были и другие новые для меня техники. Итак, в 2018 году я впервые вышивала гобелен, барджелла. В прошлом, в 2019 году я впервые попробовала вышивку декоративными швами. Это все достаточно интересно для меня, и, конечно же, есть еще очень много других видов вышивки и техник, которые я, наверное, попробую. Может быть, что-то в ближайшее время, что-то не так скоро. Не могу сказать, что было всегда моей целью именно постоянно пробовать что-то новое, но в вышивальном мире существует так много жанров, сюжетов, дизайнеров и фирм, которые создают вышивальные разработки, что чтобы все это попробовать не хватит, и даже больше, чем 10 лет. Конечно же, я продолжу вышивать и дальше, и буду с вами делиться своими результатами. Что касается первых 10 лет, то всего за это время я вышила действительно много работ, и их сейчас по состоянию на 8 февраля 2020 года у меня 555. Вот такое красивое число получилось. Это получилось не специально, не запланированно. Я не предполагала, что у меня, в принципе, когда-нибудь столько будет вышивок, и тем более, что это будет так интересно, приурочно к празднику. Сейчас давайте я покажу вам свою 555-ю работу. Те мои зрители, которые подписаны на мою страницу в Instagram, ссылка есть в описании к каждому видео, уже вчера могли посмотреть на этот результат, именно там я впервые им поделилась. Также хочу сказать, что пока просто покажу эту работу, не буду говорить о каких-то ее деталях, потому что о ней будет видео. Нельзя сказать, что это отдельное видео, потому что в нем я покажу несколько тематических вышивок. Но, тем не менее, давайте сейчас для тех, кто вчера в сторис не успел ее увидеть, я покажу вам этот сюжет. Вот такой монохромный дизайн, который называется Love is Love, и его я посвятила своей любви вышивке и была очень счастлива вышивать эту работу именно вчера, 8 февраля, в юбилейный для меня день, и стала она моей 555-й завершенной вышивкой. Конечно, на канале, которому не так много, всего 2 года, и это второе важное событие, которое случилось тоже на днях, это 2 года моему ютуб-каналу Laos Teaching, который вы сейчас смотрите. Если вы еще не успели подписаться, то предлагаю вам это сделать, как раз праздничное событие будет отличным поводом для этого. Если вы смотрите мои видео, наделаете это без подписки, или, возможно, вы новый зритель, и только сегодня оказались на моем канале в первый раз, за 2 года моего канала я успела показать вам 222 видео, тоже получился такой интересный числовой символизм. Сегодня вы смотрите 223, и, конечно же, будут и новые. 222 видео, это тоже достаточно много, я знаю, что не все мои зрители успели посмотреть каждый из них, есть те, кто писал мне о том, что планирует это сделать, и за это я хочу сказать вам большое спасибо, потому что всегда приятно, когда видео находят зрителя, и иногда это случается не в ближайшее время, после того, как видео успело на канале появиться, проходит достаточно много времени между в целом его идеей, съемками, монтажом, выходом на канале, и каждым новым включением этого видео каждым моим зрителям. хочу сказать большое спасибо всем, кто смотрит мой канал, кто делает это постоянно и оставляет комментарии, мне всегда очень приятно их читать, и я отвечаю каждому зрителю максимально быстро, те, кто пробовал общаться со мной в комментариях, могут подтвердить, что каждый получает ответ в течение краткого промежутка времени, в течение 24 часов каждый из уже писавших мне свой ответ получал. Если говорить в целом о таком понятии, как digital успех или, может быть, social media успех, если мы можем применять такие слова, которые описывают в целом ситуацию, статистику канала, такие показатели, как число подписанных зрителей, просмотров, лайков и комментариев, то, может быть, нельзя говорить о каком-то таком масштабном успехе именно в сфере социальных сетей, но я могу сказать, что я знаю и чувствую, что у меня есть постоянные зрители, которые, может быть, не всегда оставляют комментарии, а может быть, даже смотрят канал без подписки, потому что из-за каких-то технических моментов, например, еще не знают, как создавать аккаунт, как подписываться на канал и не могут полностью участвовать в именно цифровой жизни моего канала, поэтому такие статистические результаты можно наблюдать сейчас, но я знаю, что мои зрители у меня есть, и хочу обратиться именно к вам и поблагодарить вас за внимание и поддержку. Поблагодарить каждого, кто однажды нашел мой канал, подписался на него по зову сердца и остается моим зрителям по велению души. Большое вам спасибо, и в этот праздничный день у меня есть небольшой сюрприз и подарок для всех вас. Это видео не является стартом какого-либо конкурса, розыгрыша подарков и тому подобного. Здесь моя фраза, которую я употребила в описании к видео, что подарок сможет получить каждый, означает, что сегодня я хочу анонсировать небольшую серию видео, которая начнет выходить на моем канале с периодичностью один раз в неделю. Скорее всего, это будет по выходным дням, суббота или воскресенье. Все будет зависеть от некоторых технических моментов. И я предлагаю вам вместе со мной вышивать один дизайн. Этот дизайн будет в технике декоративных швов, технику, которую я недавно попробовала, и эта схема, которую я нарисовала сама. Нарисовала я ее вчера, именно в сам праздничный день. Я несколько месяцев назад подумала о том, что именно так хочу отметить эти два важных события, два года канала и десятилетний юбилей моей вышивки. И вот этот дизайн готов. Но я не буду проводить такую праздничную акцию в плане, например, рассылки схемы или оформления схемы в какой-то электронный файл. Я буду вышивать эту работу вместе с вами. Я видео, а вы у себя за экранами. И будет несколько таких поэтапных видео, назовем их мини-мастер-классами, в которых я буду вам показывать, как вышивается эта работа, и вы сможете тоже все это повторить, и у вас получится свой дизайн. Достаточно волнительно это для меня, потому что впервые буду выполнять подобную работу. Я пока тоже еще не начала эту вышивку, но у меня есть некоторая подготовка, и поскольку следующее видео на эту тему выйдет через неделю, и если вы хотите поучаствовать в этом, начать вышивать работу вместе со мной, то сейчас я расскажу вам о некоторых характеристиках, которые помогут вам подготовиться к этой вышивке. Но также, если, например, вы пока сомневаетесь, хотите ли вышить эту работу или нет, то не обязательно двигаться по том же темпе, что и я, по одной части дизайна раз в неделю. Все эти видео будут постоянно доступны на моем канале. Например, вы можете дождаться готового результата, и тогда понять, нравится вам эта идея, и мой дизайн или нет, и вышить его уже чуть позже, также обращаясь для этого к моим видео. Как называется эта работа? Ведь каждая вышивальная схема должна иметь название. Я решила назвать этот дизайн «Lau Anniversari». Первая часть названия – это часть названия моего канала, и вторая часть, хотя пишется это слово и на латыни, и на английском языке одинаково, только на английском оно произносится по-другому, «anniversary». Возможно, вам оно знакомо, если вы изучали один из этих двух языков. Но я думаю, что тоже некоторые постоянные зрители моего канала вспомнят из некоторых уже доступных видео, например, из одной вышивальной лекции. Это особый формат моего канала, что мне интересен латинский язык и свой дизайн. Я тоже решила назвать именно так, хотя повторюсь, что оба слова, и латинское, и английское пишутся одинаково. «Анниверсари» означает одновременно и годовщина, и юбилей. Это, на мой взгляд, прекрасно отражает суть праздника, о котором я вам уже сказала, потому что два года канала – это только годовщина, а 10 лет вышивки – это уже полноценный юбилей. И поскольку эти два события отмечаются в один день, то такое название для своего дизайна я выбрала. Это будет вышивка в моем варианте из трех цветов. Но, конечно же, если вы захотите поучаствовать в таком проекте и вышивать мою схему, то можете выбрать абсолютно любые материалы, любые цвета, а может быть, даже и выполнить все как монохромную вышивку или использовать нити секционного окрашивания. Для себя я выбрала вот такую палитру трех оттенков. Я буду вышивать «Малине DMC», и это оттенки «Бордовый 902», «Зеленый 520» и «Соломенный желтый 3822». Вышивать работу я буду на «Канве» Аиде 14 каунта. Декоративные швы можно вышивать на различных основах, и существуют некоторые различные фигуры, которые лучше вышивать, например, на «Линде» или «Лугане», так как имеются элементы, где нужно прокалывать середину клеточки. Но все стежки, которые я использовала в своей схеме, они подходят для «Канвы» и будут достаточно удобны для всех, и надеюсь, что даже кто-нибудь, может быть, решится попробовать эту технику вместе с моей схемой. Я буду вышивать вот на таком отрезе «Канвы», вы видите, что у меня уже все подготовлено. Это «Цвайгард Аида» 14 каунта, и оттенок это «Линяной овсяный». Что касается размера дизайна, то это 60 на 60 клеточек, дизайн квадратной формы, и при вышивке на 14 каунте сторона этого квадрата равна 11 сантиметрам. Я думаю, что если вы захотите поучаствовать, то лучше выбрать тоже именно основу 14 каунта. Также можно выбрать более крупную ткань, 25 или 27, но мельче я бы брать не рекомендовала. Сама я пробовала вышивать декоративные швы на 32 мурана, но это действительно был не самый лучший выбор, хотя вышивку, которая у меня начата на такой ткани, я тоже обязательно завершу. Вот такой праздничный сюрприз у меня для вас есть. Надеюсь, что это видео вам понравилось, и вам было интересно его смотреть. Спасибо всем, кто это сделал, досмотрев его сегодня до конца. Если вы хотите поздравить меня с этими праздниками, то самый лучший способ это сделать, это посмотреть те видео моего канала, которые вы еще не успели, а также не забывайте о возможности делиться своими впечатлениями в комментариях к любому видео, не только сегодняшнему и не только новым, но и тем, которые давно находятся на моем канале. Все комментарии я всегда вижу и обязательно каждому отвечу. Спасибо всем, кто был сегодня со мной, и до скорых новых встреч. Всем пока!